приветствуем всех дорогие наши друзья и читатели ресурсов ящика ответов не так давно христианский мир отметил два дня рождения иисуса христа как известно его отмечают и 25 декабря и 7 января а также его крещение от гремела канонада салютов 2021 года которая время кстати уничтожила сотни птиц но это мало кого сегодня волнует поэтому продолжение праздников следует в календаре россии и украины например более ста праздников и пандемия коронавируса им не помеха трудно приходится лишь тем свидетелям яковы кто не имеет возможности работать сегодня удаленно а их мирской коллектив или неверующие родственники привыкли отмечать праздники дружно шумно и весело а если им выписывают премию или подарки в честь какого-то праздника возникают другие проблемы принимать их или нет а если принимать поздравлять или нет работодателя попить чай с коллегами или нет и так далее и вопросы эти возникают потому что не всегда то что запрещает общество стражевой башни запрещает совесть служителя иеговы или даже сама библия как вы уже догадались в этом видео мы узнаем все ли мирские праздники из тех что запрещены в обществе стражевой башни не угодны иегове как к ним относиться и как реагировать на приглашение в таких случаях чтобы прославлять иегову они отталкивать от него своим поведением кому интересны эти вопросы смотрите дальше о том что было бы неправильно участвовать в праздниках которые явно противоречат библии знают все свидетели иеговы без исключения поэтому даже если такие праздники проходят благопристойно и чинно без шумных застольных перов мы их не отмечаем полный перечень неугодных богу праздников есть на сайте оэсб и каждый при желании может с ним ознакомиться а мы кратко напомним лишь некоторые например свидетели иеговы не отмечают праздники победы одного государства над другим праздники отмены рабства независимости и так далее так как национализм неравенство насилие и так далее не угодно иегове и все эти проблемы устранит правление иисуса христа об этом мы знаем из деяния 10 34 35 римлянам 2 11 8 21 например а то как эти проблемы устраняют правители этого мира неэффективно и несправедливо во многих случаях почему потому что победа одной стороны конфликта всегда ущемляет интересы другой это выражено не только в войнах но даже и в социальных победах например права активно продвигаемые сегодня для меньшинств разного рода ориентации ущемляют права всех лиц нормальной ориентации в некоторых странах запада нормально ориентированные люди уже лишены права называть мальчиком мальчиком а девочку девочкой в пользу прав меньшинств чтобы их не обижать или не оскорблять также свидетели иеговы не отмечают и праздники где явно виден уход от иеговы например свидетели иеговы не трепещут ни пред какими иконами и статуями религиозного значения не отдаюсь честь национальным и государственным символам что такое флаг герб или гимн чтобы перед ними тянуться в струнку и тем отдавать им честь наше нежелание или наш отказ участвуйте в этих праздниках можно узнать из второзакония 5 6 9 или 1 и анна 5 21 где приведены основания для такого отказа также было бы неправильно замирать благоговейном трепете и преклоняться пред лидерами государства и всех видов религий истинной в том числе пред лидерами национальных движений и организаций где служители иеговы работают в мире пред своими близкими и так далее преклоняться тоже неправильно словом пред всеми из людей кто влияет на нашу жизнь и может стать для нас идолом если они вытеснят из наших сердец и умов и иегову и если ради угождения им мы нарушим его принципы и пренебрежем его словом об этом можно прочитать из матвея 10 36 37 и деяния 5 29 напомним дорогие мы рассматривали примеры праздников явно противоречащих библии для остальных праздников общество сторожевой башни рекомендует поступать по совести а если кто-то из свидетелей иеговы не может точно определить по совести или нет ему какой-то праздник а на сайте общества о нем ничего не написано нет никаких проблем все свидетели иеговы понимают что не участвовать в общении в каких мирских или не библейских праздниках точно грехом не является а вот участие в праздниках как раз до греха довести может спиртное в окружении тех кто не стремится угождать богу может испортить даже сильного в вере служителя иеговы об этом мы знаем из притчи 23 31 по 35 текст и из 1 коринфянам 15 33 и сказано о том что худые сообщества могут испортить даже хорошие привычки поэтому уж лучше совсем отказаться от всех вообще мирских праздников чем ошибиться в выборе и согрешить притча 22 3 текст говорит о том что благоразумный видит беду и уклоняется этот отказ обоснован писанием к тому же у нас свидетели иеговы есть масса других способов провести время интересно и весело но здесь возникает вопрос почему же тогда мы подняли тему о праздниках если все о них сказано на сайте общество сторожевой башни потому что во первых в обществе сторожевой башни не очень много уделили внимание тому как реагировать на праздники чтобы это не было похоже на фанатизм фарисеев свидетелей и еговы первого века у кого отказ разделить какую-то радость людей из другого круга не застолье а именно радость больше похож на откровенный акт презрения к ним чем на желание угодить иегове сравните например как фарисеи реагировали на то что иисус христос обедал грешниками это в марка 2 16 и и обратите внимание на 1 коринфянам 10 27 где бог не запрещает пойти откликнуться на приглашение неверующего если он приглашает на какой-то свой праздник а во-вторых есть праздники которые библии явно не противоречат но запрещены обществом сторожевой башни например день рождения день медика учителя и так далее назовем их далее по тексту личными праздниками предназначенными для узкого круга людей семейные или профессиональные праздники по поводу личных праздников возникают вопросы например как реагировать свидетелю иеговы учителю медику и так далее в дни их праздников если их приглашают на торжественное собрание например поздравляют вручают какую-то премию или подарок будет ли грехом против иеговы в таких случаях принять подарки поздравить коллег и разделить с ними чаепитие например и вопросы эти возникают не потому что свидетели иеговы ждут эти праздники и никак не могут обойтись без подарков а исключительно потому что есть желание понять как же поступать правильно в случаях когда праздник запрещен обществом сторожевой башни они писанием так как многие свидетели иеговы вынуждена сталкиваются с мирскими людьми работая лечась в больницах и так далее имея даже неверующих родственников иногда возникает неловкость по самой ситуации когда совести приходится решать что более неправильно отвергнуть искренних людей обидев их чтобы поддержать мнение общества или разделить их радость приняв приглашение что бог не запрещает напомню тексты 1 коринфянам 10 27 говорит об этом а текст из марка 2 16 говорит о том что иисус совершенно спокойно ел с грешниками и мытарями в понимании начальствующих народа иеговы первого века особенно это интересно если чей-то личный праздник проходит благопристойно и чинно как говорил апостол павел в первом коринфянам 9 22 для всех я сделался всем чтобы приобрести для бога хотя бы кого-то чтобы не быть голословными приведем пример из жизни это и произошло с нашим братом день медика застал свидетеля иеговы в больнице но поздравить своего врача всего лишь поздравить они участвуют сомнительных застольях он наотрез отказался говоря что это не угодно богу надо же как-то объяснить свой отказ свидетели иеговы сделал это так как делает большинство свидетелей иеговы в таких случаях воспринимая это как возможность попроповедовать конечно же в этой ситуации задеты чувства других пациентов они говорят значит по-твоему мы грешники а ты праведный а если ты такой праведный что же тогда ты к врачам лечиться пришел они к богу а если вы свидетели иеговы лечитесь у врачей но не цените их труд вы неблагодарные и наглые люди и правильно делают что вашу секту гонят согласитесь неприятная ситуация но справедливо если не ценишь труд врачей считая что это не угодно богу тогда лечись у бога но гораздо неприятнее другое поясню люди сталкиваясь такой реакции свидетели иеговы интуитивно чувствуют какой-то подвох в том что мы служители иеговы с большим удовольствием прибегаем к услугам врачей учителей и так далее пользуемся всеми государственными льготами и даже порой выколачиваем их у властей дескать нам положено по закону и все народы этого мира обязаны нас поить молоком царским потому что это написано в исае шестьдесят шестнадцать об этом подробнее говорили видео четыре тридцать но при этом мы игнорируем факт благодарности за труд тех кто нам помогает что кесарь отметил праздниками для этих людей и демонстративным своим отказом признавать их роль в жизни всех людей нашей в том числе мы свидетели иеговы как бы косвенно обвиняем всех людей этого мира в том что иегова не не запретил ведь это не иегова а общество сторожевой башни не одобряет личные праздники дни рождения профессиональные праздники проводы на пенсию повышение по службе и так далее если мы все это отмечаем мирском коллективе и в итоге возникает неприязнь и к нам как к свидетелям иеговы и естественно к поклонению иегове вот в чем основная проблема особенно нелепо мы выглядим если старательно принимаем все денежные премии и все подарки в честь праздников но при этом отказываемся и деньги сдавать на подарок тому кто выписал нам премии и коллег поздравлять и чай пить с ними за одним столом с рвением проповедуя им что эти праздники нечисты и богу не угодны невольно у наших мирских коллег возникает вопрос а как же подарки они ведь тоже нечистые если праздник богу не угоден или например такая нелепость мы отказались отмечать новый год из-за языческих корней этого праздника а нам говорят а почему же тогда свидетели иеговы не отказываются от обручальных колец и пуговиц ведь и они тоже из язычества и при том из спиритического что особенно богу не угодно изначально и обручальные кольца и пуговицы если посмотреть их историю сделаны для защиты от злых духов не двойные ли это стандарты возникает вопрос и неловкости по этим ситуациям очень трудно сгладить аргументами общества сторожевой башни для того чтобы поняли нас правильно фиксируем еще раз вопрос о мирских праздниках которые явно не противоречат библии но запрещены обществом сторожевой башни поднимаем здесь не потому что свидетели иеговы просто жить не могут без дней рождения без дней медиков и так далее и не потому что мы непременно хотим перечить общество сторожевой башни сами мы считаем что свидетелям иеговы не нужен вообще никакой мирской праздник и не важно явно он противоречит библии или нет достаточно того что все они могут привести к плохим последствиям что отражено в притче 23 31 по 35 и 1 коринфянам 15 33 а потому мы поднимаем этот вопрос что свидетели иеговы не должны быть похожи на неугодных богу фарисеев из первого века у кого отказ разделить какую-то радость людей из другого круга не застолье а именно радость больше похож на откровенный акт презрения к ним чем на желание угодить иегове сравните тексты марка 2 16 и 1 коринфянам 10 27 где бог не запрещает откликаться на приглашение неверующих людей если они приглашают нас на какой-то свой личный праздник в вопросах где что-то запрещает не бог а общество сторожевой башни нужно очень постараться чтобы не стать фарисеями об этом нам известно из матфея 5 20 где иисус сказал нам чтобы наша праведность превосходила праведность книжников и фарисеев которые в первом веке очень старательно исполняли все пункты моисеева закона даже в мелочах иегова желает чтобы мы в разуме понимали и его самого и то почему ему что-то не нравится а не слепо как фанатики исполняли его запреты например эта проблема была у иудеев у свидетелей иеговы первого века в римлянам 10 2 сказано у них усердие пред богом есть а вот понимание нет это перевод русского библейского центра бог совсем не против если весело и нам и тем кто с нами если кому-то мы поднимаем настроение уделяем внимание и так далее об этом мы можем узнать из экклесиаста 3 12 8 15 и 9 7 богу не нравится лишь если веселье доводит кого-то до греха что известно из притчи 23 31 по 35 и 1 коринфянам 15 33 или если мы веселясь предаем его но это может быть даже и на угодных ему праздниках например это происходило в народе и иеговы древности посмотрите исайя 1 глава 10 по 14 тексты придадим ли мы иегову поздравив коллегу или своего работодателя с днем рождения если мы в этот день на работе согрешим ли мы против него если находясь в больнице как рассматривали пример выше поздравим своего лечащего врача подарим ему что-то в день медика или сами примем подарок работая мед братом обсудим эти вопросы далее так как все виды личных праздников уделяют внимание человеку их неугодность богу в обществе стражевой башни строится например на текстах и еремея 17 5 и исайя 2 22 и якова 4 4 и иоанна 2 1 дескать кто такой человек чтобы ему уделять внимание что в общем то звучит логично поэтому поняв что эти тексты означают мы сможем понять это являются ли эти праздники личные о которых мы здесь говорим грехом против иеговы или нет если окажется что являются то категоричность отказа будет уместно независимо от того обидится нас нас люди или нет этот принцип отмечен в деяниях 5 29 а если эти праздники грехом с точки зрения библии не являются то несмотря на их запрет в обществе стражевой башни в случаях столкновения с ними по ситуациям работая например в мирских коллективах или часть больницы и так далее будет уместнее поступить по примеру иисуса христа привлечь людей к поклонению иегове мудрым поведением нежели оттолкнуть их позой чванливых фарисеев еще раз посмотрите тексты марка 2 16 и 1 коринфянам 10 27 где указано если захотите пойти на приглашение неверующих то можете идти бог это не запрещает итак для того чтобы понять как же себя вести в подобных ситуациях и не напоминать собою праведников фарисеев своей чопорностью попробуем выяснить во-первых что означает неугодные богу дружба с миром и любовь к миру и какое отношение это имеет к личным мирским праздникам этот вопрос опирается на тексты во-вторых что означает делать человека своею опорою и применимы ли это к личным мирским праздникам этот вопрос ответит на тексты по иеремии 17 5 и сая 2 22 к личным праздникам напомним относятся дни рождения профессиональные праздники праздники которые устраивают по поводу выхода на пенсию у кого-то и так далее где фигурирует человек и в третьих нас всегда должно интересовать кто приглашает нас на такой праздник младенец далекий от тонкости учений библии или коварный провокатор в том и другом случаях наша реакция на одинаковые события может быть разной начнем как всегда отвечать на первый вопрос первый вопрос звучит так что означают неугодные богу дружба с миром и любовь к миру опираются на тексты якова 4 4 1 и она 2 15 по 17 иисус говоря христианах сказал что уходить им из мира в скит государства отделенного от мира по примеру свидетелей и кого древности израиля было бы неправильно но бог поможет христианам находясь в мире уклоняться от зла это мы знаем из иоанна 17 15 вот это самое зло живя в мире и нужно уметь отличать чтобы держаться подальше от него от зла а не от людей этого мира как выглядит зло в мире во первых есть явное зло его избегать легко это все что противоречит библии например пьянство ложь воровство злословие идолопоклонство и так далее о чем говорили в категории неугодных богу праздников об этом мы знаем например из притчи 1 10 16 1 коринфянам 5 11 и 6 9 но есть и во вторых неявное зло его избегать гораздо труднее к неявному злу относятся как раз все что перечислено в первом иоанна 2 16 рассмотрим это там сказано например о похоти плоти что это такое похоть плоти это не только греховные желания это также и чрезмерная забота о личных удовольствиях стремление угождать себе холить лелеять и тешить свою плоть всеми доступными прелестями этого мира также иоанн говорит и о похоти очей и это не только тяга рассматривать греховные утехи или засматриваться на чужую жену с целью иметь с ней близость похоть очей это и стремление рассматривая все лучшее из предложений этого мира иметь его для себя самого также иоанн говорит и о гордости житейской это тоже зло гордость житейская гордость житейская это внутреннее довольство своим достатком всем тем из прелестей этого мира чем ты обладаешь плюс связанная с ним тяга к человеческой славе и к элитному кругу общения кто сможет оценить твой достаток пред кем ты сможешь похвастать всеми своими мирскими прелестями все это похоть плоти похоть очей и гордость житейская является неявно выраженным злом с точки зрения Библии и его избегать не так-то уж и легко вот мы теперь и выясним если находясь на работе в день рождения работодателя мы свидетели иеговы поздравим его вместе с остальным мирским коллективом или если мы свидетели иеговы окажемся в больнице на день медика и с другими пациентами поздравим своего лечащего врача будет ли это похотью плоти похотью очей или гордостью житейской нет конечно а предадим ли мы этим иегову тоже нет поблагодарить человека за его труд в праздник установленный для него кесарем славу у иеговы никак не отнимет почему покажем это на простом примере внимательно смотрите размышляйте над этим примером директор сидит в одном кабинете со своими сотрудниками и вдруг у нас у свидетеля иеговы сломался телефон коллега Ваня его нам отремонтировал а мы побежали благодарить за это директора представили ситуацию как себя будет чувствовать директор директор в этой ситуации согласитесь есть в этом какая-то неприятная неловкость если телефон отремонтировал нам Ваня а мы стримглав побежали благодарить за это директора мы не говорим сейчас о недоумении Вани хотя и чувства Вани свидетелей иеговы тоже обязаны учитывать в этом примере нас больше интересует ощущение директора в такой ситуации ясно что он будет чувствовать себя крайне неловко и скажет а я-то здесь при чем разве я телефон вам исправил Ваню благодарите мне не нужна чужая слава вникли в суть примера а теперь на место директора ставим иегову если директор человек себя чувствует в такой ситуации неловко и ему не нужна чужая слава то не тем ли более бог иегове тем более чужая слава не нужна бог рад если мы ему воздаем его славу по принципу богу богова то есть благодарим за то что именно он для нас делает а если нам в чем-то помогали врачи учителя кесари и так далее будет совершенно нормально им воздать их славу то есть благодарить их за то что они для нас делают этот принцип богу богова кесарю кесарева и так далее каждому человеку свою славу надо воздавать записану Матфея 22-21 подобно подобно тому как богу мы воздаем славу в отведенное для этого время в какие-то дни или часы так и врачу мы можем воздавать его славу в отведенное для него время в его день установленный кесарем в день медика учителю мы можем отдавать славу в его день и так далее и в том греха не будет кесарь имеет право поощрять жителей своей страны их личными праздниками и библии это не противоречит и так если мы в день медика оказались в больнице и отметим труд своего лечащего врача поздравлением с благодарностью мы ни славу у Иеговы не отнимем ни похотью очей ни гордыни житейской не согрешим то есть с точки зрения Библии и здравомыслия разделить негреховную радость личного праздника с мирским человеком грехом не является как помним Иегова разрешал своему народу отмечать личные праздники необязательные для поклонения ему каждая семья или друзья в древности могли устраивать свои праздники хоть и каждый день если у них была такая возможность это мы знаем из Экклесиаста 3.12 8.15 9.7 Иов 1.4 например веселиться и пить вино за столом с угощениями с теми с кем есть общие интересы это не грех а то естество стороны жизни которое Бог дал людям для отдыха еще раз посмотрите Экклесиаст 3.12 8.15 9.7 и убедитесь в этом на таких посиделках дружеские семейные и ремесленные отношения среди его народа крепли люди учились ценить друг друга и любить друг друга что конечно же хорошо и угодно Богу также и система праздников мира среди которых есть и личные это установление кесарей стран с целью подбодрить жителей своей страны дать им возможность законно отдохнуть и повеселиться Обратите внимание дорогие всемирские праздники из разряда личных профессиональные дни дни рождения и так далее семейные праздники по сути являются семейными праздниками праздниками узкого круга людей объединенных общим и негреховным интересом либо одной профессией либо дружбой либо родственными отношениями то есть цель и риторика таких праздников это не поклонение людям как Богу не трепетное благоговение пред ними не похоть очей и не житейская гордыня а возможность отдохнуть и повеселиться в узком семейном буквальном или духовном кругу благо кесарь учитывает их вклад и ценность труда этих людей в жизнь общества поэтому думающим людям сложно объяснить библии что разделить негреховную личную радость каких-то профессиональных праздников это зло трудно разъяснить это и в связи с днями рождений многим непонятно почему отмечать дни свадьбы годовщину рождения семьи в обществе сторожевой башни не считают грехом а отмечать годовщину рождения дни рождения что как и устройство семьи является даром от Бога это грех в псалме 126 3 сказано что дети это дар Бога и если в день рождения семья допустим свидетель иеговы благодарит его за то за того кем дорожат все близкие и родные как же этот праздник семьи может быть похотью отчей или предательством Бога далее даже поздравляя работодателя мирского можно благодарить Бога за то что он создал всех нас такими разными но помогает нам находить радость от общения и совместного труда на работе например и это к похоти плоти или гордости житейской не имеет никакого отношения и такое наше поведение привлечет к Богу гораздо быстрее чем категоричный отказ поздравить работодателя с днем рождения потому что в библии описаны дни рождения язычников причем с плохими последствиями это аргумент общества сторожевой башни и снова сравните марка 2.16 и 1 коринфянам 10.27 где понятно что Бог не запрещает если мы откликнемся на предложение неверующих отметить с ними какой-то личный праздник а вот если рассматривая например отели или автомобили выбирать непременно роскошные если украшать себя золотыми драгоценностями и демонстрировать их в экране монитора если покупать дорогой марочный виски при наличии не очень дорогого если летать самолетами не эконом а непременно бизнес-класса с шиком и так далее что как известно делают наши дорогие братья из руководящего совета то вот это гораздо больше похоже на любовь к миру и дружбу с ним на похоть отчей и гордость житейскую чем поздравить своего лечащего врача с его днем и было бы совсем неплохо если бы общество сторожевой башни пересмотрела свое отношение к личным праздникам хотя бы к дням рождения и профессиональным дням помня о том что Бог не запрещает принимать приглашения от неверующих это мы знаем из 1 коринфянам 10 27 а теперь дорогие подведем итог по первому вопросу по личным праздникам которые библии явно не противоречат но запрещены обществом сторожевой башни нам самим свидетелям иеговы не нужны вообще никакие мирские праздники и новый год не дни рождения и так далее не тот это вопрос чтобы из-за него нарушать единство мнения с обществом сторожевой башни это ясно из 1 коринфянам 15.33 матфея 21.13 и 1 петра 5.5 где написано в чем возможно в чем библии не противоречит в том нужно повиноваться пастырем к тому же мы и без этого прекрасно проводим время вопрос по личным праздникам тех кто объединен общим и негреховным интересам семейным профессиональным и так далее возникает у свидетелей иеговы лишь из-за вынужденного нахождения в мирских сообществах на работе или неверующие родственники например если у свидетелей иеговы получится деликатно избежать этого хорошо а если нет то поза фарисеев ни к чему относитесь к мирским людям по-доброму добрые слова другим подарок даримый им или вам за ваш труд в знак хороших отношений и так далее это не грех это известно например из бытия 33.10 1 коринфянам 10.27 поступая так свидетелей иеговы ни славу у бога не отнимут ни в похоти плоти и гордости житейской виновны не будут теперь переходим к вопросу 2 он звучит так что означает делать человека своей опорою из Еремея 17.5 Исаия 2.22 и применимо ли это к личным праздникам к дням рождения к профессиональным праздникам если мы отмечаем выход на пенсию и так далее к праздникам где фигурирует человек прочитаем эти тексты в переводе нового мира цитирую начало иеремия 17.5 он звучит так проклят человек который полагается на человека и делает плоть своей опорой и сердце которого удаляется от иеговы теперь читаю Исаия 2.22 Себе же во благо стороните человека в ноздрях которого дыхание зачем принимать его во внимание о чем здесь говорит пророк контекст этих текстов показывает что здесь речь идет о пагубной привычке свидетели иеговы древности постоянно прибегать к защите каких-нибудь мирских царей язычников в то время назывались язычниками мирские люди или опираться на мнение гадателей а не иеговы кто поступает так тот действительно предает бога но относится ли это к личным мирским праздникам выясняем если мы распространяем эти тексты на праздники где есть люди то тогда их нужно распространять и на все случаи где фигурируют какие-нибудь люди этого мира чьи поддержки мы нуждаемся что тогда выходит что свидетели иеговы не должны обращаться ни за помощью к врачам если хотят подлечиться которые хотят освоить профессию ни к мирским организациям то есть зачем делать свои опоры каких-то мирских людей если нам во всем помогает бог но свидетели иеговы и лечатся и учатся и даже например в россии свидетели иеговы обращаются за помощью мирские организации организации объединенных наций и суд по правам человека и опираются на мнение мирских людей защищающих через средства массовой информации их от притеснений об этом говорили в видео 4.34 и если считать что иеремия 17.5 и Исаия 2.22 говорят о том что любого рода отношения с мирскими людьми и ожидания их поддержки является идолопоклонством то выходит что во всех перечисленных только что случаях те свидетели иеговы согрешают идолопоклонством абсурд конечно а если тексты иеремия 17.5 и Исаия 2.22 рассматривать в той сути какую в них вкладывали пророки то они означают всего лишь что мнение человека не должно быть для свидетеля иеговы главнение мнения иеговы например если мнение человеческих публикаций общества сторожевой башни для свидетелей иеговы важнее мнение библии значит они попадают под обвинение текстов иеремия 17.5 и Исаия 2.22 делая своей опорой мнение людей из общества а не иеговы об этом говорили видео 1.11 а если мы не имеем возможности незаметно исчезнуть с праздника явно библии не противоречащего но запретного обществом сторожевой башни к примеру мы попали в больницу на день медика как уже говорили или на день рождения врача то наше доброе отношение к мирским людям и нежелание встать в позу чванливых парисеев не будет означать что мы сделали их своей опорой и предали бога идолопоклонствам это нам понятно из 1 коринфянам 10.27 теперь переходим к вопросу 3 кто приглашает нас на праздник младенец или коварный провокатор это мы должны хорошо понимать в том и другом случаях наша реакция на праздник должна быть разной прежде чем как-то проявлять свою реакцию на что-либо вообще на праздники и приглашение разделить с мирскими людьми их радость в том числе надо понимать кто перед нами если перед нами тот кто считает себя христианином и претендует на хорошее знание Библии или тот кто против свидетелей иеговы не считая нас христианами ясно что говорить с ними на тему отказа от всех праздников запрещенных в обществе торжевой башни уместно но надо хорошо знать какими аргументами обосновывать свой отказ не все как мы увидели ранее запрещенное в обществе торжевой башни получится обосновать писанием если речь идет о неугодных богу праздниках нет проблем их легко обосновать писание а если речь идет о личных праздниках запрещенных обществом а не библией что понимает ваш оппонент то сохраняя единство с обществом сторожевой башни в отказе отмечать их сам отказ лучше аргументировать личным нежеланием делать это например по предостережением библии из притчи 22.3 23.31 по 35 текст где сказано о том что благоразумный человек видит беду и уклоняется а не тем что дни рождения отмечали только язычники или что поздравить кого-то с праздником означает совершить акт идолопоклонства почему неправильно не следует неуместно применять эти аргументы да потому что оппонент знающий библию аргументы общества сторожевой башни легко разобьет а мы лишний раз дадим повод считать свидетелей иеговы фарисеями фанатиками если же перед нами простодушный младенец который ничего не смыслит в библии хотя может быть он и считает себя верующим не стоит обижать его в любом случае независимо от того угодный богу праздник или нет категоричный отказ с объявлением о греховности его намерий отметить праздник в таких случаях совсем неуместен для для интересов иеговы полезнее в таком случае поблагодарить за приглашение и порадоваться тому что у человека праздничное настроение если разделить с ним угощение праздника против нашей совести можно просто вежливо отказаться сославшись на занятость ведь у свидетелей иеговы всегда есть чем заняться а для проповеди выбирайте другое время когда человек будет более настроен вас послушать согласно притче 25.11 а теперь дорогие подведем итог всему что узнали в этом видео напомнив вопрос о личных мирских праздниках которые не противоречат библии явно но запрещены обществом сторожевой башни был поднят потому что свидетелей иеговы должны быть похожи на неугодных богу фарисеев первого века у кого отказ разделить какую-то радость людей из другого круга из мира не застолье а именно их радость больше похож на откровенный акт презрения к этим людям чем на желание угодить богу снова сравните в который уже раз Марка 2.16 и 1 1 коринфянам 10.27 личные праздники это праздники узкого круга людей дни рождения дни проводов на пенсию профессиональные праздники повышение по службе принятие новичка на работу и так далее если в коллективе эти праздники приняты библии они не запрещены и славу у иеговы не отнимут богу мы должны отдавать богову славу доктору докторов и так далее если стоит вопрос участвовать в этих праздниках или нет за лучшее конечно же почитаем придерживаться единства с обществом стражевой башни пока что не одобряющего такие праздники но если уйти не получится не согрешите если поздравите кого-то примите поздравления сами и даже если разделите праздничное угощение в кругу своих коллег со скромностью и достоинством христианина об этом мы знаем из марка 2.16 и первой коринфянам 10.27 а досиживать до мирской кульминации застолья которая иногда заканчивается плохо совсем не обязательно было бы неправильно дорогие относиться ко всему что мы имеем от мира потребительские считая мирских людей обязанными обеспечивать нас свидетели еговы всем необходимым лишь потому что библия сообщает нам о питании молоком народов и царей этого мира в исае 60.16 что иногда можно слышать от наших заверующих к сожалению конечно же мы знаем что все блага жизни по благоволению еговы за что и благодарим его всегда однако же учат нас учителя лечат врачи кормят хлеборобы одевают швеи защищают наши права юристы и так далее поэтому выразить благодарность кому-то за труд или за усилия по оказанной нам помощи в их день грехом не является и славу у еговы не отнимает как помним если телефон ремонтирует Ваня из случая приведенного здесь в этом видео то и благодарить нам надо Ваню а если хотите благодарить директора в этой ситуации его благодарите за то что например принял на работу такого толкового Ваню а если хотите бога благодарить то его можно благодарить такой ситуации за то что он создал людей такими отзывчивыми и с желаниями помогать друг другу в итоге каждый от вас получит свою а не чужую славу этот принцип отдавать богу богова кесарю кесарева и каждому другому человеку ту славу которую он заслуживает мы можем узнать из Матфея 22-21 а римлян 12-18 13-7-8 говорят о том что в мире нужно быть по возможности со всеми людьми и никому не оставаться не должными ничем кроме взаимной любви а как нам свидетелем иеговы если нам дарят подарки и выписывают денежные премии в честь праздников явно противоречащих библии на 23 февраля например на день национальной независимости и так далее в том чтобы отказываться от мирского застолья или поздравлений в эти дни сложности не возникает особенно если мы предупреждаем коллектив задолго до такого рода праздников а вот как быть с подарками и денежными премиями если руководство предоставляет их в честь неугодных богу праздников помимо нашего желания стоит ли отказываться или принимать это не будет грехом об этом дай бог узнаем в следующий раз в теме об идоло жертвенном как и всегда дорогие материал этого видео был подготовлен свидетелями иеговы сайта ящик ответов с огромной любовью ко всем кто ценит слово бога больше слов человеческих и истину ищет в библии и напоследок как всегда напоминаю не забывайте пожалуйста заглядывать в описание к видео если кому-то сложно воспринимать этот материал на слух или может быть я какое-то слово может быть произнесла не точно пожалуйста вы всегда имеете возможность почитать весь этот материал в виде статьи и ссылку на него вы найдете в описании к видео также для новичков которые только начали изучать материал сайта ящика ответов в описании к видео вы можете найти ссылку на базовую программу на начальную программу глубокого изучения библии что поможет вам легче усваивать весь материал ящика ответов спасибо дорогие за внимание в описании в описании в описании в описании Продолжение следует...